Вот фиолетовый крючок, идет работа, пишем Александру Геросимов, терраса после дождя. То есть мы не стали наносить такую, мы делаем свою подкладочку на сиренево-теплую. Так, и опять-таки мы делаем не на разбавителе, а вайт-спирите. Да, лучше на вайт-спирите, чтобы потом сухо прокладывалось по верхней краске. Ну, это та же, наверное, будет у нас техника предыдущего урока. Мы закрепляем. Так мы будем подчистить эту историю, просто другой сюжет. Ну, начинаем схематично выбрать рисунок, карандашиком. Здесь немножко нам понадобится знание перспективы. Не немножко, а это самое главное. Ну да, в этой картине тоже. В любой картине. Так, находим середину и от середины ставим вот эту стойку. Если здесь посередине, значит пойдет где-то здесь. Прежде всего нужно с линии горизонта. Нет, с линии горизонта. Немножко выше. То есть разбить холст на пополам? Да. Ну не пополам. Туда будут сходиться вот эти вот все линии, все доски. как будто они будут сходиться за… точка эта будет находиться за холстом. И просто нужно… и эта точка находится именно на линии горизонта. Вот я имею в виду, что она где-то сходится… Это сразу обозначено. Ну это скамейка, наверное, следующая, или перила. Перила. Они практически идут все параллельно друг к другу, вот если посмотреть это, это, это или все. Да. Они идут параллельно. Ну… Они не должны параллельно быть, они сходятся, они… И если продляться, то они сойдутся… В одной точке сойдутся. Значит все-таки… Вот это более горизонтально, это чуть меньше, меньше, меньше. Просто эта точка, она далеко, поэтому не явно выражена. Если бы мы смотрели немного в другом ракурсе, был бы более ярко выражен вот этот сход досок. Да, здесь очень так, чуть-чуть какие-то… И вот это вот небольшие нарушения, они будут фальшивить. Да, не то слово. Пол сразу вот так встанет, а не так. Так, вот покажем… Вот что с этим? Вот эта вершина веранда здесь у него хорошо… Да. Да. И вот эти линии уже сходятся в свою точку. И как бы вот… Будь вот так какие-то линии, они бы тоже сходились во вторую точку. Просто вот эти вот перспективы, они у мужчин намного как-то вот… Намного понятнее. Да, да. Мужчина это сразу схватывает, но любая женщина, которая откроет для себя перспективу, посмотрит… Ну просто я советую, я как делаю. Для начинающих все сразу становится понятно. Да. Я просто зову мужа и говорю, он сразу тут же видит все мои погрешности. Он говорит, так, а это не так, поэтому совет, ну… бать мужа, он эти вещи выставит, а дальше можно писать, продолжать. Тоже неплохой совет. Вот овал стола. Мне кажется, он так побольше. Он так занимает довольно-таки большое место в картине. Ну вот я как бы примерно… Ну да, да, по отношению к этой стойке. Можно потом кистью немножко… Да, да. Оставить. Угу. Пока мы все схематично, да. Немножко, ну ничего. Оставить у него. Так, вот вас же я бы чуть-чуть сместил все-таки. Хотя бы на центр. У нас слишком здесь, да? Да. Вот такая открытая. Скромненький букетик, но начинающий… Вот так вот бы его сделать. Ну, большой. Да, да, да. Нужно держать себя в руках. Ну лучше потом чуть-чуть. Да, вот немножко увеличить проще, уменьшить очень трудно. Так, вот здесь показываем стену. Это тоже можно сделать немножко меньше, чем у Герасимова. Как бы она давит такой темнотой. Ну, немножко. Ну, эту стену перекрывает кустом листы. Так, вот какая-то крыша. Все, начинаем. Берем большие кисти. Ну, крышка есть такой большой кисти. Ну, поправлю. Ну, все, на этом этапе все. Короче, мы унесли. Ничего вырисовывать не нужно. Просто для себя чисто. Да. Дорисовывать нужно, если работа не аллоприма, а в несколько сеансов действительно рисунок нужен хороший. Небрежный рисунок – это небрежная живопись, как правило. Но, поскольку мы будем решать в один сеанс, таким как бы… Экстрактным. Да, не присядненьшим, то нужно… Просто нам некогда… Социализм. Социализм. Это же Александр Герасимов, апологет социализма. Да, он писал, да, портреты. Сталина писал, вождей и так далее. Да, прочитал. Так, ну, что мы начинаем… Вот, немного более холодным… Вот, чтобы я начала делать, я бы сейчас закидала темные места. Как бы дала окраска. Смотрите, но сейчас нужно небо сделать. Небо слабое, слабая окраска, чистая. Вот, если мы сделаем ветвь, то есть мы не сможем обыграть… Потом, да, да. Вот небо такое, что какие мы берем? Вот, я не помню, какие, но вот, скорее всего, кобальт. Кобальт и фиолетовый, тёпло-фиолетовый цвет. И камертоном у нас является белило. Здесь у нас хорошо белое поле, сравниваем. Тут, конечно, очень… Даже здесь небелое. Да. Очень, как бы сказать, фотография плохая. Скорее всего, небелое, конечно же, в натуре у Герасимова. Надо посмотреть на вашем аппарате. Там примерно тоже. Там я нашёл три картинки, и все… Я нашёл. И они все разные. Знаменитая работа, и нет репродукции. Достойные. Уже страны. А у меня всё, почему-то, они светлые такие, высветленные. Прокладываем тоже очень тонко, на разбавителе очень тонко, чтобы потом спокойно вот эта зелень прокладывалась, не смешивалась сразу с белилами. Вот это недостаток живописи в один сеанс, то, что нужно соблюдать вот такую технологию. Ну, где-то забиваем одну треть, где оно, до тех пор, где оно видно, наверное. Вот так. Не разравниваем, а прокладываем мозавику. Да, да. Москитом. 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 Всё должно быть живописно. То есть, не просто как маляры. Да. Да. Ни в коем случае не будет. Да, да, да. Это очень, и я это прошёл, когда начинал работать, мне очень хотелось разгладить. То есть, в этой мозаике мне казалось, да, разглаженность казалась лучше. Это красивее, да? Это как-то спецэффект такой. Вот как в рисунке хочется, на карандашом рисунок, на бумаге хочется пальцем растушевать, то же самое хочется, есть желание растушевать эту краску. Тем более сразу получается полиграфическое качество, как на вот этих грунтах. Как на фото. Да. Особенно на грунтах, которые держат краску. На них очень хорошо, очень качественно растирается эта краска. Сейчас я немножко покажу. Смотрите. Смотрите. Нет, оно не будет там грязно ничего, если взять чистый цвет. Но оно будет вообще никакое. Не будет живописности. Просто крытости и всё. Ну, как мы сейчас вот это сделаем. Да. Будет бедность укладки. Бедность. Не надо укладки. Ну, вы поняли, что можно на грунтах, которые шершавые, которые держат краску, можно очень качественно разгрунтовать. Это прям провоцирует вот такие грунты на… Но оно получается смотреть, как дышащее что-то, да? Вот растёрли. Но это будет очень бедно. Да. Это ошибка. Это уже, понимаете, это антиискусство. Не антиискусство, но это… Ну, вы сами себя обедняете. То есть исчезает главное, исчезает впечатление от работы. Кстати, вот начинающий художник, да. Он сам за себя яму роет. Он растушует качественно вот это небо, а оно провоцирует на выписывание, которое начинающий не умеет делать. Нам проще обыграть вот таким импрессионистическим мазком в стиле импрессионизма или соцреализма, и важно чего, чтобы потом работу закончить. в той же манере, чтобы это было… Не делать самим проблемы себе. Да. Так. Раз, секунду. Там, где темнота, мы не увлекаемся вообще. Потому что это будет нам мешать потом. Да. Белело этим. Максимально солнко. И вот где самая темнота, здесь можно вообще не прокладывать. Потому что это белело будет мешаться, и темноты не не удалось. Я так думаю. Все правильно. Крыша. Ну вообще светлая такая. Ну, крышу, мне кажется, мы можем зайти потом, спарить, в конце концов, мастихиями. Так, потом темные места. Так, кистями мы работаем с щетиной. С щетиной. Дальше. Значит, сейчас мы будем… Самые темные места. Вот я вымыл кисть от белил, взял холодную краску, зеленую, то есть синий, голубой ФЦ, или же вот черную, это Марс черный, с Марсом коричневым, чтобы снять слежком уже холодность вот эту. И можно проложить тоже очень тонко вот эту ветку. Вот здесь под эту стену более теплую темную краску. Ну, а эта ветка, смотрите, почти доходит до вот этой стойки. Да. У нас она… Дойдет, дойдет. Это… Ну, как бы вот я самую такую ее основу заложу. Она более… уже более дробно, другими красками дойдет. Угу. Оттуда, да, куда нам нужно. Ну, темнота все равно тоже там нужна. Вот здесь у нас под столом самая темная такая полоса. Все остальные темноты будут проигрывать, уже нужно будет светлее делать. Это тоже камертон темноты, то есть, ну, не камертон, это исходная точка, уже все остальное должно быть немножко светлее. Так, пока вот так. Так, вот марсору не желаю. Это самые темные, да, теперь чуть-чуть… Чуть-чуть светлее и теплее. Тут уже нам нужно смотреть на оттенки. На падение, да. Так, вот этот столбик. Так, сразу можно кистью нарисовать вот эту… Смотрите, вот эти краски оранжевые, они будут проигрывать. Вот нужно начинать с более слабых красок. Если мы напишем зеленую вот эту, разбросаем, мы оранжевые и светлые вот эти места не сможем наложить без примеси зеленой краски. Угу. То есть, нам выгоднее вот эти более слабые места оранжевые написать вот эту вот… Деревянную конструкцию, значит. Да, а потом с белилами вот эта зелень с белилами, она легко перекроет, подровняет нам рисунок. То есть, начинаем с более слабых. Находим вот эту вот оранжевую… Понятно. То есть, а на самом деле, хотелось бы сначала заднюю часть, заднюю как бы забить? Ну, так в живописи можно? В живописи, да. В многослойной живописи, да. Многосеансовой, когда у вас есть второй сеанс, чтобы на заднем фоне, подсохшем, написать передний план. Но здесь мы должны вот немножко… Немножко отступить от правил. Да, отступать, для удобства ведения работы. Ну, и, наверное, потому что здесь еще эти краски, вот этот зеленый, коричневый, вот эти вот рыжие… Да. Там, где это можно, где вот сочетались бы цвета, будь у нас, допустим, это терраса зеленого цвета, можно было написать дальник, а потом сверху зеленые оттенки. Но оранжевый чувствительно к зеленому изменится оттенок очень сильно. То есть, оранжевый – это практически почти дополнительный зеленый. То есть, будет сразу грязь, сразу понижение насыщенности. Нам выгоднее. Ну, нам даже выгоднее из-за того, что нам ее нужно написать, эту террасу. Да. Пока вот так вот тонкий рисунок, чтобы можно было еще утащить. Угу. Так, вот так. Все менько. Все менько. А тяжело вообще показывать эту вот мокротон картину? Конечно. Да, конечно. Вот на этот раз же он подсохнет. Мы пролежем белые такие холодные блики и сразу иллюзия возникнет. Так просто? Да. Вот это тоже тонко делается, потом и небо, и здесь возможно тряпочки придется выбрать лишнюю тряпку, лишнюю краску и потом сделаем. Так вот сразу можно вот так. Так, почему мы сразу как-то начали с бликов? Нам нужен, наоборот, нужно пол покрытия каким-то цветом. И он темнее здесь. Нет-нет, это я сразу блики наношу, а потом более… Вот эта краска темная, смотрите, вот она легко перекроет, она ляжет на этот тонкий слой, она легко его перекроет. А здесь обратная ситуация. Тут мы бы оранжевым не смогли по белилам, а более темной краской она перекрывает. То есть начинаем всегда… Анализировать немножко. Да, немножко анализ. И заходим, нам выгоднее начинать со слабых красок, легко окрашиваемых. Так, симметично мы брюсали решеточку. Не очень чистыми красками мы работаем такими. Но уже подмешивается все тут. Держи, чуть-чуть. Есть рефлекс зелени в этих отражениях или нет? Обязательно, да. Поэтому здесь немножко вот эти цвета встречаются. Мы еще вернемся к рефлексам, конечно. Сейчас мы делаем перспективу, стараемся найти этот рисунок и не выпасть из перспективы. Я почему спрашиваю про эти рефлексы. Это для меня важно. Я первый раз пишу картину не солнечную, а такой дождь. Понятно. Дождь такой, поэтому про эти рефлексы я ничего не знаю. Тут рефлексы холодные, вот и все. Больше холодных. Хотя и в холоде всегда должно быть тепло. Нельзя писать только холодными красками. Будет бедность, не будет живописности. Всегда в холодном должно быть что-то теплое присутствовать. Немножко с холодным, рядом должна лежать немножко теплая мазочка. Вы можете не смотреть, вы в этой полиграфии не заметите. Нет, я вижу все равно. Присматриваться надо, конечно, пригодиться. Просто вы должны знать это. Чисто знанием, что должно быть тепло. Вообще, эти картины интересные, в которых вот эта перспектива, когда она правильно уложена, это красиво. В любой картине более-менее предметной всегда есть перспектива. Даже вот сидит человек, лицо на просто пустом фоне, в лице из перспективы. Понимаете, везде. Ну, там линии, это тоже отдельная такая немножко везде. Да, в более-менее предметном, не абстрактном искусстве, то есть изобразительном материале всегда присутствует перспектива. Да, и мы сказали, что мы взяли холст 60 на 80, довольно-таки большой. Да, холст достаточно большой. Ну, тут вот эта холтка какой-то, в кисине. Ну, если делать по мотивам, конечно, можно, но все-таки мы не будем отступать. Не будем. Кардинально. Да. Кардинально. Это очень полезно копировать классиков, хорошую живопись для начинающих. У нее должно быть копирование, идти ногу в ногу. Один материал, допустим, с натуры писать, натюрморт или же пейзаж, если погода позволяет. Копирование классика и свободное творчество, что-то по своим мотивам. Ну, и плюс обучение, постоянное обучение, постоянно смотреть живопись хорошую. Идешь на прогулки, все время анализировать, видеть мир, улицу, как художник. То есть смотреть, наблюдать в это дерево, посмотреть, что у него внутри, какой температуры тени, какие рефлексы от неба, солнечное освещение, какую температуру на домах, на теневых, на световых, на рефлексирующих поверхностях. Ну да, я иногда не замечаю за собой, как я начинаю анализировать. Да, это очень-очень полезно. Как бы я это написала? Вообще, высший пилотаж, когда ты идешь, едет машина, ходят люди, и ты их видишь в мозгах. Вот реально, вот это можно представить, вот так абстрагировать, вот такими мозгами и красками. Как бы вот кадми, мазок, вот эта машина красная, вот это вот человек коричневый. Что интересно. Даже вот так можно представить. Художник – это уже как диагноз, это уже не просто как хобби должно быть, это уже не диагноз, а уже как образ жизни. Жизнь. Да, образ жизни. Что я буду писать, я не знаю. Все написали. Я думаю сейчас, как я буду идти. Пол. Раз вы сейчас уйдете. Поверху вам еще, вам надо осветление. Вот это будете все, зелень прокладывать. Снимите лишнюю краску с неба. Аккуратно, вот с этих холстов снимается только вверх. Краску они держат. Вот, можно промокнуть этой тряпкой и потом прокладывать уже на высветление, идти искать вот этот цвет зелени. Зеленью никогда я, как бы, в вашей технике не писала, поэтому боюсь, боюсь. Тогда, тогда вам придется меня подождать. Да, я подождала, лучше я вот… Вот это я вот знаю как. Да, вот можете прописать вот этот чистоколь террасы, но смотрите, не очень высветляйте, то есть не очень ярчитель, насыщенность не очень должна быть. У нас вот несколько таких мест будет насыщенных оранжевых. Ну, спокойнее. Спокойнее, да. И не очень ровно. Я поняла, это естественно, потому что все придется потом делать ровно. Ну все, я вас отпускаю. Давайте. Постараюсь не пропустить. Что мы замолчали? Что мы делали? Так, вопросы не отправляйте. Я задумываюсь. Я тоже. Набираете зеленые места. Да. Да, да. Вот я вот. Вот такую зелень бирюза, коричневая и зеленые какие-то краски. Уже можно положить параллельную кисть, держать, чтобы она работала по верхушкам, чтобы мазок рвался. Здесь немножко сиреневая присутствует. И от этого обязательно. Серый можно добавлять. Снимать маску еще на серую краску. Не серая, а черная. Ну, как ахроматика. Да. Это вот этот маск коричневый, который хорошо очень снимает. Я здесь палка лобома немножко потемнее беру, да? Да. Ну, здесь не такой темный, конечно, как здесь. Но когда подкладка, она все-таки нужна темная. И так, и так, и так, и так. И всегда контролируем на чистоту цвета, на цвет, чтобы не свалиться тональность и форму, чтобы было естественно, чтобы не свалиться во что-то неестественное. Ну, должно быть повторять какая-то природная форма. А потом мы сюда зелень возьмем более светлую, да? Вот на лето положим. Да. То есть это максимальная темнота в том месте? Нет, можно еще где-то, где ошиблись, подложить. Вот тут явно под этим сарайчиком недостаточно. Угу. Да. Да. По-моему, немножко серый-голубой сейчас встречается. Ну, все понятно. Ну, все понятно. Продолжение следует... 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 Вот так, мы вот не положили, мы светлые сейчас цветы и будем поверх, наверное, писать, можно заложить, я один попыталась, довольно-таки такой, давайте лучше мастихин выберите? Мастихин вообще ничего не выберет, вот этот силиконовый шпатель еще немножко выгребает, но эти холсты очень держат краску, так, наждачная бумага чуть-чуть краплака Светами тоже делаем сначала Теневое, потом сверху как-то нашлепывается и контролируется, читается или не читается если читается, постараемся сохранить Здесь у него не читается Вот и мы должны научиться так писать без объяснения смелость проявить Ну, расскажите мне, я потом допишу об этом цветочке Мне то, что занимает большую часть на картине, это Зелень Меня беспокоятся Вот это? Да нет, вот это вот А Ну, только это Ну, вот я Знаете, мазок однообразный Ну, может быть, я уже и кисть другую сила Здесь однообразный мазок, во-первых, кисть во-вторых, первая кисть меняется разного размера и по-разному то так, то вот так, то уголочками, то всей плоскости плюс разное давление Вот я попробовала здесь, но мне очень нравится Да И все, вот эта, совокупность вот этих приемов даст вам уже совершенно разнообразную выкладку Да То есть, меняем кисти направление, давление плюс параллельное или перпендикулярное и разное сверху, снизу вот так заходит и получается, ну, будет можно абсолютно ни одного похожего мазка не положить и плюс все это умножится на разные оттенки, краски и получается то, что нам нужно Ну, это обычный такой И можно не домешивать? Нужно обязательно Обязательно Нужно не домешивать Тогда они как изумрудики такие Ну, несложно Да, несложно Вот это для перспективы, да? Лежачая плоскость, хотите показать? Или просто для разнообразия мазка Разнообразия И просто не хватало контрастности Тут вот как-то, ну, как-то немножко унылые совсем оттенки были Да, это тоже к вопросу разнообразия Вот это мягкая кисть уже вот рваный такой мазок Кладет Угу Угу Не Угу Угу Такие, такие окошки Да Получается Время Когда Это Вот Балemor Прямо-прямо. Мы немножко отошли от оригинала, наверное, это хорошее у нас небо побольше чуть-чуть. Да, да, у нас побольше, в оригинале поменьше. Воздуха зато побольше. Так, продолжайте. Хорошо. Самое сложное, вот я не ребёнок, вот покажите мне это вот. Я пока не буду растушевывать. Растушевывать вообще ничего не буду. Может быть, едва-едва. Знаете, что, смотрите, это действительно не очень хорошо, когда всё жёстко. Сейчас возьмём сушок и укладываем. Просто притопчем, чуть не притопчем, вот по периферии можно немножко снять насыщенность, чтобы взгляд собирало, а здесь вполне вот здесь. Чтобы не резило только. Да, немножко, чтобы снять пестроту. Притоптать вот эти ножочки. Может максимум вот здесь где-нибудь, снизу. Да, можно чуть-чуть, можно. Вот здесь не должно, это уже дальний план. Ладно здесь, это может торчать краска, а тут желательно. оттенки, главное, оттенки правильно? Более-менее правильно. Вот такие, холодные, с фиолетовым. В дождевой погоде именно такое сочетание. Здесь дырочек посветлее наделается. Если очень жёстко, хотя вы знаете, жёсткость, тут можно жёстко сделать достаточно. Вот жёстко мы сделаем здесь. Вот здесь тоже жёстко. А мы посмотрим, да. А если притопчем будет хорошо, то мы же можем всегда. Таким букетом. Таким букетом. Таким букетом. Тут очень важно смотреть на скольское стол. Не смотреть в это. Вы тогда увидите не то, что вам нужно. Вы увидите масло, краску, начнёте ещё более красиво стараться писать. А тут должен быть такой принцип сосиски. Если тебе что-то нравится, не нужно знать, как это сделать. То есть вы не должны видеть пока. Понимаете? Потом посмотрите. А потом вам понравится. А сразу вам, как правило, не очень нравится. Вы чинить будете там что-то. Тратите время на сквозь. Только смотрим и смотрим всё. Пытаемся охватить всё сразу. Весь мир. Наш мир. Наши работы одним взглядом. Чтобы вот этот мазок не противоролился ни этому, ни этому, ни этому. Чтобы всё было цельно. В одной атмосфере, в одной среде. Вот в этой нашей сурой. Так. Продолжите. Ну вот, надо показать, как я сделала неправильно. Я попыталась вырисовать. То есть уйти от этого стиля. Попытаюсь вырисовать. Да. Немножко неорганично. Ага. Сразу, да? Да. Сразу бросаются глаза. Причём так наивно. Получилось. Угу. Угу. Уживно. Я только учусь. Казалось бы, скамейка далась проще, чем мокрая, чем букет цветов. Да. Три цветочка и тезопорола. Три цветочка. Да. И три мозга, да? Максимум четыре. Да. На теневую прокладываем световую. Да. На теневую прокладываем световую. Три цветочку. Да. На теневую скамейку. А нет. И щетиной, и синтетикой. Вообще щетина. Просто щетина не очень хорошо. Щетина очень красиво кладёт по тонким условиям. Здесь у нас уже многовато краски, и щетина будет сразу смешиваться в такую вот. А синтетика может поверху достаточно чисто нажнуть. Угу. То есть, когда у нас мало краски, тогда лучше щетина может. А когда уже побольше, то… Да, лучше синтетика. Это с опытом приходит. Только вы спросили, только сейчас понял, почему я так схватился зуб. Угу. Угу. Это этот приём. Да. Обрезать. Обрезать. Да. Обрезать. Ну, не везде. Не знаю. Какую-то цветочку. Да, да. Обрезать. Так, тут явная асимметрия, нужно починить. Угу. А что вы имеете в виду? Асимметрия, в левую сторону, нужно противовес или же убрать лишнее, если жалко, тогда нужно чего-то добавить. Ну и он не шарик, тоже хорошо. Ни в коем случае не шарик. В форме букета, естественно. Бликов не хватает вот таких предельных, почти бедных. Вот здесь я все, что я была максимально выложена. Вот здесь? Да. Ах, да. Нет. Возьмите. Возьмите. Темноты, да? А, ну, веса правой стороны. А, да, там на самом деле тоже. Да, все эти движения надо, конечно, оттачивать. Трем оттачивать. У вас получается вот так вот жёстко держать и вот такое. Конвульсия. Да, конвульсия. Ха-ха-ха. Ха-ха. Я ещё не пробовала. Попробуй. Это очень важно. Да, так я поняла. Ну-ка ещё раз. Вот я крепко держу кисть, кисть синтетика укороченная, убираю нужный цвет и как бы немножко дрым, и сразу анализ, то ли я сделал. Конечно, постоянно получится каша. Раз, раз, раз. Сейчас я попробую, в каком мне можно вместе. Обязательно. Ну да, получается такой летящий какой-то. Ну, естественно. Да, не контролируешь, когда не контролируешь. Да, так когда кладёшь, он контролируешь всё равно. То есть элементы случайности происходят. Ну, если так не прописано, или случайности нет, ты контролируешь всё. Вот. Вот так ты, у тебя, может, первый мазок ты кладёшь, куда ты хотел положить, а второй, третий, вот этот тррррр, они рядышком абсолютно случайно, как вот очередью стреляют. Первых один-два патрона летит в цель, остальное всё по площади поражения. То же самое. Вот, возможно, поэтому более естественно. Я даже знаю, где. Ну, давайте тогда пробуйте. Да, ну вот, исправляйте свой стол. Так. А кто это сделал, небрежный рисунок? Я к этому к рисунку, вообще меня не допустили. Ну, тогда мы с вами с вами. Ну, тогда мы с вами с вами с вами. Так, давайте. И брать на кисть на всё, или просто как бы на уголок? Немножко. На всё? Почему-то я не подумала, что. И куда? И куда угодно. Куда угодно, да? То есть направление какое? Крепче шернуть, ага. Выстрее, во все, все-все, много движений. Много движений, да? Трррррц. А стайками? Три-четыре, не больше прикосновения. Сейчас, попробуем. Очень важно, крепко, давайте вот попробуем. Здесь вещества должны быть приличными, но берём что-то. Да, ладно, давайте попробуем. Кажется, так просто. Ну, они какие-то у меня были линии выстраиваются. Уже естественно. Чувствуете, что уже какая-то естественность есть? Потом поменяли цвет или место. Если здесь краски много хороших, по-другому месту. Нельзя, чтобы очень много. Рядом были одноцветных, одноцветных. Ну, что-то так. Ну, тренировать уживление, да? Да, уже что-то вяленько так. Ну, в принципе, чуть-чуть больше энергию. Они тогда, понимаете, разного размера становятся. Иногда просто по воздуху не достаёшь. Некоторые не достаёшь. Хорошо. Ну, я потренировался. Тренировался. Я не знаю, откуда это. Я не знаю такого приёма. В принципе, не слышал такого. Но когда вот так вот делаешь, получается заштампованность и одинаковость. А когда вот так вот немножко… Так и быстро, кстати, пишется. Подрегиваю. И хаотично. А как ни странно, в природе вот такой холос и нужен. Да, вот эта хаотичность, она смотрит натурально. Вот уже откровенные белила цепляю и как бы… По краю. Да, по краю мокрые вот эти вот листья. Есть. Вот это… Не надо здесь, бризучки. Да, ну, да. Знаете, что чаще кажется… Скажется, буду даже если бы… Скажется, буду даже не суть. Н出來, не сказал. Не соотказание… Не совсем не сэстяй. Я подготовила почву для того, чтобы мы сделали его нормальным. Как бы он был нормальным. Он не был нормальным, но согласитесь, он не был нормальным. Я его хочу сделать. Здесь было некрасиво, может быть верхняя часть была нормальная, я не спорю, но ноги были не нормальные. Так вот, ноги и чинить нужно было, зачем мы вот это все сделаем? Мы ничего не делаем. Какая-то каша осталась. Я все подготовила. Почему у меня элипс не получается элипс? Вы карандашом рисуете? Нет. Ну, это вы хотите, что у вас элипс получалось. Без карандаша. То есть нужно рисовать карандашом? Немножко рисовать карандашом. Нет времени, наверное. Делайте набросок. Детей, там чего-то еще. Всегда там, кстати, везде есть перспектива. Чтобы вы не рисовали, сделаю перспективу. Ну, так, в принципе, все, работа как бы, можно уже завершать. В принципе, да. Можно на любом этапе, ну, вот эти ноги дописали, отражили. Она у нас много раз была завершена, но мы просто куда-то уводили в сторону. Как вы понимаете, работа пишется быстро, если вести без ошибок, ну, два-три часа она так была. Ну, мы просто все разжевывали. Да, пережевывали, мы ошибались, исправляли, поправляли, меняли, крыши меняли, перекрашивали. Потому что мы вместе писали, конечно же. Да. Вместе писали. Конечно, но в этом вся инсоль. Ну, как вы поняли, пишется все очень просто в таком ключе. И получаешь удовольствие, большое удовольствие, если особенно хорошую живопись, когда повторяешь. И потом, вот смотрите, вы попишете раз-два герасимов пластов, кто-то вот в таком ключе, вам потом захочется свое писать. Берете фотографию, у вас автоматически будет все переводиться вот в такой мазок. Вам уже ни программы никакие не нужны, ни помощь. Вы будете спокойно брать от фотографии или от натуры. Ну, это немножко, это совсем разные вещи, с натуры трудно отработать. Будете переводить уже спокойно. Вот в этот, в данном случае, герасимовский мазок, спокойно. Вы уже это прошли. Освоили. Да. Ничего страшного. Хотя, кажется, как непрофессионалам, как нам написать мокрую эту скамейку и все остальное. Оказалось, не так, что у нас все вышло. Да, не совсем не так. Можно вот так попылять работу кистью, краски здесь немного. Синтетика у нас. Синтетика. Ну, это непринципиально. Ну, что забираешь? Забираешь. Главное чувствовать, чтобы серости грязи не появилась. Ну, тут все очень похожи, зеленая гамма, серо-зеленая. Тут грязи не возникнет, если только не начать смешивать с оранжевой. Кстати, хорошо зеленые рефлексы. Чувствуете? Да. Да. Это отражается вот эта ветка. Ну, да. Верно. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И вытираем кислород? Да, обязательно вытираем. Чуть-чуть. Вот здесь вообще идеально получилось. Здесь немножко по-другому, тут много краски. Ну, может там, где много и не муть. Муть какая-то, короче. Не муть, а пыль. Пыль, водные брызги. То же самое можно кое-где делать. Нет, там не надо. Чуть-чуть. Там не надо. Я аккуратно, ниже. Что это становится? Да, вот он. Супер. Супер. Все? Угу. Ну, как с этой стороны. Чуть-чуть. Угу. Что это вы с моим полом сделали? Там же есть всякие... Ну, это есть, есть. Ну, так вот, как-то вот, кривой. Нормально. Нормально. Как скажешь. Что это? Так, вы что-то уже полтуете. Что это значит сойдет? Нет, ну, уже не ровный пол. Это же беседка. Наша вся. Да, терраса какая-то. Старая. Явно деревня, потому что он деревенский дом. Тут я боялась. Вы его избили и нехорошо. Я боялась этого. Испортить свое произведение. Наверное, мельхала. Ну, почему-то я сразу вот... Нет, ну что мельхала? Мельхала. Умак мельхала. Удивенно? Да. Удивенно. Он едет. У меня в этом году столько гранатов наставили. Он чуть может быть, что create в нас・・・. У, гривит depl BPB. Все слили. У меня только мог бы ему. Почему у него стол сухой? Опять, видите, я провела какие-то штрихи, но они опять тусклые. Я все полумерно. Точно надо полбутылки вина? Что нужно? Полбутылки вина, чтобы эти полумеры ушли. То есть, в принципе, я делаю правильно, смелости, раскрепощенности в цвете. Нельзя слишком уже, иначе получится пестрота и такая живописная, но в живописи очень много гипербелизированных оттенков, цветов, особенно тёплых, не зелёных, нельзя синими. Хотя, может, кого как клонит, но, как правило, живопись более тёплая. Тёплые подчёркнутые, а холодные, особенно если большие участки, они немножко сдержанные. Если смотреть, анализировать хорошую живопись. Вы всегда, кстати, должны сидеть, вот нет времени, садитесь, анализируйте живопись. Почему вам это нравится, почему это так, почему красиво? Да, ведь нравится, а почему нравится? И мама, наверное, не нравится. У меня так простая, я прислала одно, то в другое. Ага. Угу. 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 Ну что, Лилия, в принципе, там сегодня твёрдая пятёрка, работали вели сами практически всё время. Угу. 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 Ну всё, спасибо вам. Не сложно. Можно, там, небольшая фифтерочка. Угу. 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 Дякую. Угу. Ага. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok